Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ «Время новостей». В студии для вас работает Тайнор Мирханова, сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о самом главном. Ожидается некое послабление карантинных мер. Их озвучил премьер-министр. Начинается новый учебный год. Что ожидает школьников и студентов Алматинской области? Будем ближе. В регионе запускается новый проект для людей с особыми потребностями. С 17 августа вступит в силу поэтапный план снятия карантинных мер. Данный вопрос рассмотрен сегодня на заседании Госкомиссии под председательством премьер-министра страны Оскара Мамина. Как отмечено на заседании в Казахстане, удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и значительно снизить нагрузку на медицинские организации. Ежесуточный прирост заражения снижен с 4% до 0,5%. Количество выздоровевших достигло 76%. Учитывая это, члены комиссии утвердили план послабления. Согласно документу, с 17 августа текущего года возобновят работу во всех регионах торговые дома, крытые рынки, салоны красоты, парикмахерские, бани и сауны без бассейнов. Однако все они будут функционировать с заполняемостью до 50%. Откроются также и дежурные группы детских дошкольных учреждений с нагрузкой не более 15 человек, а также аттракционы на открытом воздухе, но с одним условием. Эти предприятия должны получить разрешение специальной мониторинговой группы. Без разрешения и работа окажется под запретом. Снова начнет курсировать общественный транспорт при заполняемости только по числу посадочных мест. Обязательное требование санврачей – проветриваемость и дезинфекция салонов на конечных остановках. А вот кинотеатрам, музеям, городским пляжам, аквапаркам и саунам открываться рано. Да и массовые мероприятия, в том числе семейные, запрет еще остается. Сейчас мы должны подготовить на работу. То, что я сказал, каждый окинь должен отчитываться перед вами. Сколько объектов, которые должны начать согласно вот этого перечня послабления, имеет право работать, и сколько из них прошли вот этот мониторинговый группу и получили разрешение. Требования карантина для всех едины. Мониторинговые группы должны быть объективны и должны одинаково контролировать все субъекты малого и среднего бизнеса. Однако и сами предприниматели не должны оставаться в стороне. Они должны строго соблюдать предписанные санитарные нормы. В связи с чем Акимобласти призвал должностных лиц к ответственности. Эпидемиологическая ситуация только стабилизируется, и нельзя вирусу дать новой вспышке. Акимобласти привлек особое внимание акимов городов Текили и Талдыкурган, поскольку уровень заболеваемости на душу населения на пике заболеваемости оказался выше, чем в других регионах. К примеру, в Карасайском районе общее количество зараженных коронавирусом было 210 на 280 тысяч человек, и 284 на 30 тысяч в моногороде Текили. Акимобласти напомнило о необходимости строгого соблюдения санитарных норм во избежание новых случаев заражения COVID-19. Полная готовность. Буквально через две недели начнется новый учебный год. Правда, уже ставшего привычным школьного звонка и торжественной линейки 1 сентября не будет. Пандемия внесла свои коррективы в традиционный формат обучения. О подготовке к новому учебному году представителям средств массовой информации на площадке Житсу Медиа в деталях рассказала Акима Алматинской области Амандык Баталов. Первый звонок 1 сентября будет, но без линейки и не для всех. И 48 тысяч первоклассников за партой сядут только те, чьи родители подали заявление на обучение в школе и сельские ребятишки при условии наполняемости классов не более 15 учеников. Остальные начнут грызть гранит науки дистанционно. Почти 300 тысяч учеников будут обучаться через интернет-платформы. Для обеспечения компьютерами учеников и учителей руководство области выделяет 12,5 миллиардов деньги. В партнерстве государства и частных капиталовложений будет приобретено и роздано 95 тысяч компьютеров. Работы по закупу уже начались. Ещё около 85 тысяч школьников будут обучаться посредством телеуроков трансляции каналов Альфа-Раби, Ель-Арна и ЖТСУ. Кроме того, будут созданы специальные дежурные классы. Их безопасность – задача номер один. Учреждения образования будут оснащены туннелями, бактерицидными лампами, тепловизорами и санитайзерами. Аналогичные требования предъявляются и к дошкольным учреждениям. «Даже сейчас, видите, говорят, дежурные группы организуйте, откройте детсады, потому что родителям надо идти, работать, зарабатывать деньги, чтобы семью кормить. А когда или за ребёнком сидеть, смотреть, или идти на работу – это, конечно, проблема». Высокий уровень демографического роста не может не радовать. Однако это всё ещё порождает вопрос трёхсменного обучения. Из 32 объектов образования, строящихся сейчас в области, 23 – это только школы. Средства на их возведение выделяются как планово, так и в рамках дорожной карты занятости. «32 объекта образования строятся. В том числе 23 объекта – это школы. И часть из них именно в плане ликвидации трёхсменного образования. В этом году мы сдадим 8 школ. Остальные переходящие с завершением строительства до 2021 года. Мы параллельно делаем капитальный ремонт школ. Все объекты, 55, они будут завершены капитальным ремонтом. Текущий ремонт уже завершён. 1 сентября, независимо от того, что мы будем дистанционно обучаться, они будут готовы к проведению занятий». На старте должны стоять и школьные автобусы. Подбор школьников из отдалённых населённых пунктов – задача не менее актуальная. Для почти 16 тысяч детей из 69 населённых пунктов будет ежедневно курсировать 71 новый автобус. Модели подобраны с просторными, удобными салонами, кондиционерами, камерами видеонаблюдения и прочим техническим оснащением. «Купили специально для детей 71 автобус. Специально их покрасили. Я ещё сказал, логотипы сделайте, чтобы наши дети. Это очень хорошее. Они с камерами, с видео этим, удобные сидениями. А то наши дети на чём только не ездили. В школы в своё время давно не закупались. Каждая организация. А сейчас 71 автобус. Мы выделили с местного бюджета по 7 миллиард тенге, 940 миллиард тенге. И закупили вот такие автобусы». Одна из пяти социальных инициатив Ельбасы – обеспечение студентов комфортными условиями проживания. Эта задача в Алматинской области выполняется успешно. Целый студенческий городок уже вырос в микрорайоне Каратал, города Талдыкурган, для студентов ЖГУ. Ещё три жилых корпуса строятся для участниковся колледжей. «В соответствии с поручением Ельбаса по обеспечению студентов общежитиями мы строим четыре общежития. Один готов у нас на 288 мест. Мы его к концу августа будем вводить в эксплуатацию. Сейчас небольшие работы по благоустройству сделают. Внутри 100% всё готово. Это наш подарок для нашего университета ЖГУ, самого крупного в нашем регионе, с которым мы в тесном контакте работаем. Они нам дают, обеспечивают кадрами». Особое внимание уделяется многодетным и малоимущим семьям. Из 260 образовательных грантов 150 получат абитуриенты из социоуязвимых слоёв населения. Особое внимание руководством области уделено освоению рабочих специальностей. 405 миллионов тенге выделено на приобретение более чем 200 тысяч компьютеров для учащихся колледжей, а их у нас в области почти 29 тысяч. На новом оборудовании будут практиковаться и будущие мастера в шести колледжах. Специально из бюджета по программе «Жасмаман» на обновление технической базы выделено миллиард 600 миллионов тенге. Таким образом, регион полностью готов начать учебный год, в каком бы формате он ни проходил. Дамир Анитов, Айдос Калиев, Харат Кастурганов, Телеканал ЖИЦУ. Все препараты должны быть на прилавке. Цены на них в соответствии с прескурантами. Сотрудники департамента антикоррупционной службы продолжают ввести мониторинг аптек Алматинской области. В этот раз проверка прошла в Корсайском районе. В поездку по мониторингу руководитель департамента агентства по противодействию коррупции Алматинской области Ернар Макожанов отправился лично. Объехал практически все аптеки города Каскелен. Ситуация в них стабильная. Цены на лекарства не превышают пределов, установленных Минздравом. К примеру, парацетамол по 150 тенге. Цена на цевтриаксон не превышает 130 тенге. А метрит продают за 390 тенге. Как заверили членов рабочей группы представителей аптек, необходимые препараты поступают согласно поданным заявкам и в срок. Также провизоры отметили, что ажиотаж на медикаменты сходит на нет. Основное наше направление – это мониторинг аптек, имеющих дефицит лекарственных препаратов. В целом мониторинг проведен, лекарственные препараты достаточны. Все противовирусные и именно те лекарства, аспирин, парацетамол и другие, все присутствуют. Имеются цены предельные. Также в рамках рабочей поездки руководитель департамента антикоррупционной службы встретился с представителями руководства Карасайского района. Первый заместитель Акима района Айжан Назарбаева рассказала о мероприятиях, проводимых в рамках антикоррупционной политики. Затем состоялся онлайн-прием граждан. Жители района интересовали такие вопросы, как высокие цены на электроэнергию, социальная помощь детям-инвалидам, благоустройство улиц и трудоустройство населения. Аделя Кжаркенова, Ербола Тантелов, телеканал ЖИЦУ. Тем, кто вместе, не страшны тревоги. Именно так считает наша молодежь. В Палматинской области продолжается серия благотворительных мероприятий, в рамках которых больницы получили поддержку на безвозмездной основе. Не забывают представители ЖАСОТАН и о физическом и моральном здоровье врачей. За время пандемии врачам-инфекционистам было бесплатно передано 900 литров национальных напитков КМС и ШУБАТ. 100 фруктовых корзин были переданы врачам, проходящим лечение на дому. А в этот раз подарки доставлены для самих лечебных учреждений. Развернутый в амбулатории села Бахтабай провизорный стационар на 90 коек сокращен до 25 в связи с выздоровлением большинства пациентов. Результат впечатляет. А закрепить улучшение эпидемиологической ситуации помогают представители ЖАСОТАН. Кислородный концентратор больнице не помешает. Посчитали они. Эпидемиологическая ситуация намного улучшилась. Пациентов стало меньше. Поэтому мы сократили провизорный стационар до 20 коек. Администрация ГКП на ПХВ из Килинской ЦРБ благодарит за предоставленную гуманитарную помощь молодежное крыло ЖАСОТАН. До этого мы тоже получали гуманитарную помощь. Нам предоставили 18 концентраторов. Я думаю, данная гуманитарная помощь будет полезна и пациентам, и докторам. Еще один кислородный концентратор организаторы акции передали также больнице Курсуцкого района. Однако и это не все. Безопасности медперсонала должны послужить медицинские маски. 5000 единиц для работников сельских амбулаторий. Уже передано в районном центральном больнице 6 ИВЛ-аппаратов. На сегодня это составило уже 8 аппаратов. Но мы намерены продолжать данную работу по оказанию помощи гражданам, а также поддержку нашим врачам. Хочу выразить огромную благодарность Ассоциации БОЛ-Ашар за предоставление этих ИВЛ-аппаратов, а также национальной волонтерской сети, которая дала возможность нам получить медицинские маски и передать их нашим же врачам в знак благодарности. Вирусная болезнь напомнила нам о взаимовыручке и показала, насколько важен труд медработников. Врачей без преувеличения можно назвать героями нашего времени. Пандемия пройдет, но их подвиг останется. Рустам Аралбаев, Нурбек Журнбаев, телеканал «Зицу». В нашумевшем деле о краже арсенала оружия появились новые подробности. Стоимость похищенного оружия из воинской части 102.16 оценили почти в 2 миллиона тенге. Об этом рассказали на очередном заседании суда в Шимкенте, начатом по факту кражей, сообщает от РАРК-ИЗ. Представитель воинской части, прибывший в суд в качестве свидетеля, сообщил, что были похищены 58 единиц оружия и более 500 патронов, в том числе холостых. В феврале этого года 26-летний сержант-контрактник сбежал из части, прихватив с собой целый арсенал. Выяснилось, что ему помогали четверо соучастников. Пистолеты и автоматы они выносили несколько недель. В общей сложности на скамье подсудимых оказались 8 человек, в числе которых трое военнослужащих и командир части. Сильный ливень в городе Петропавловск затопил улицы. Движение затруднено даже на транспорте. Жители сообщают, что вода из водосточных каналов била наружу фонтаном. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. За сутки ими было выкачано более 700 кубометров воды. Многие водосточные каналы были забиты мусором и не справлялись с задачей. Синоптики сообщают, что такая погода продержится несколько дней. Во всех городах Казахстана проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Полицейские Алматы организовали дежурство патрульных нарядов совместно с журналистами, передает закон КИЗ. Целью мероприятия является оздоровление дорожной обстановки мегаполиса и снижение аварийности. Стоит отметить, что внимание патрулей привлекли не только владельцы мотоциклов, но и автомобилей. Дежурство началось с единого развода комплексных сил полиции. Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов отметил, что агрессивная езда некоторых мотоциклистов и водителей автомобилей вызывает возмущение со стороны жителей. Равенство возможностей. В Алматинской области скоро будет запущен уникальный проект для людей с особыми потребностями. В скором времени в Талдыкургане запустится необычное интернет-радио. Целевое вещание – вовлечение в активную общественную жизнь лиц с инвалидностью. Транслироваться оно будет на двух языках – казахском и русском. Как утверждают инициаторы социального проекта, он не имеет аналога в стране. Уникальность нашего проекта в том, что у нас будут трудоустроены журналистами и радиоведущими ребята с инвалидностью работать. И освещаться тоже будет только вся информация для людей с особыми потребностями. Радио будет функционировать через приложение. Скачать его в своем гаджете сможет любой желающий. По словам автора проекта, в Казахстане проживает более 650 тысяч инвалидов. И у большинства из них проблемы с трудоустройством, реабилитацией и адаптацией в обществе. Люди с особыми потребностями смогут писать на WhatsApp и задавать свои вопросы. Мы будем приглашать специалистов с управления центра занятости. Это в зависимости от вопроса психологов, юристов. Как отметили организаторы, радио будет транслироваться также в прямом эфире через социальные сети и YouTube-канал с сурдопереводом. А это значит, что их смогут не только слушать, но и видеть лица, имеющие проблемы со слухом. Стоит отметить, радио равных возможностей появится благодаря ярмарке социальных проектов, проводимой Гражданским альянсом при поддержке Управления внутренней политики Алматинской области. Цель вот этой ярмарки – это конкурс лучших идей и проектов по социальному предпринимательству для ИнПО с целью, чтобы по результатам данного проекта они могли бы выйти на самофинансирование. К слову, ярмарка социальных проектов проводится уже третий год. В этом году заявку на участие подали 38 НПО, из которых обладателями гранта на сумму 1 миллион тенге стали авторы 10 самых необычных социальных идей. Первые серийные партии российской вакцины «Спутник Ви» будут выпущены в течение двух недель. Об этом заявили в российском Минздраве. Напомним, во вторник «Спутник Ви» стал первым в мире вакциной от коронавируса, зарегистрированной официально. Однако, как в России, так и за рубежом критикуют решение начать производство препарата. Эксперты заявляют, что тестирование в течение двух месяцев нельзя назвать полным. И фактически Россия проводит эксперимент над населением. Глава Минздрава назвал критику безосновательной. По его словам, вакцину создавали на хорошо известной и изученной платформе. Пляж без пластика. С такой инициативой выступила в среду биориция министра экологических преобразований Франции. По ее словам, к инициативе уже примкнули около десятка городов, и еще 20 собираются это сделать. Речь идет о 15 конкретных мерах по предотвращению пластикового загрязнения моря и побережья, в том числе об уборке пляжей и морского дна, цель которых – добиться нулевого уровня загрязнения к 2025 году. По данным экспертов, каждый год в мировой океан попадает в среднем 8 миллионов тонн мусора. Около 80% – это пластик. Три человека остались жертвами железнодорожной катастрофы на востоке Шотландии. Сошел с рельсов-экспресс, следовавший из Абердина в Глазго. Несколько вагонов скатились с насыпи. В поезде находилось 12 человек, из них 6 пассажиров. Машинист, под предварительным данным, погиб. На место крушения возник пожар, который удалось быстро потушить. По одной из версий, причиной трагедии мог стать оползень или размыв полотна. Предыдущие несколько дней в этом районе были грозы с проливными дождями и сильным ветром. Стало известно, что экспресс следовал по запасному маршруту, поскольку основная ветка оказалась залита водой. На чемпионат Казахстана через школу велоспорта. Велогонщики спортивной школы Олимпийского резерва имени Андрея Кивилева готовятся к новому сезону на трассах Алматинской области. Первое соревнование запланировано на начало сентября. ЖИТСУП представят около 30 спортсменов. Конкуренция среди юниоров высокая. Тему продолжит Алексей Цой. Талдокурган, Текили, Куксусский район. Трассы, которые велогонщики уже выучили на зубок, каждую извилину и впадину. Практически каждый день воспитанники школы велоспорта в течение трех часов проезжают километровые дистанции. За это время отрабатывают кардио, силовые и скоростные тренировки. Работаем сейчас, готовимся на чемпионат Казахстана, который будет проходить 2 сентября в городе Тарас. Старшие юноши, у них максимальная нагрузка 110-100 километров, им хватает достаточно. Это по времени 2,5-3 часа. Ну, значит, минимальная тренировка, это у нас 50 километров. Мы с этого начинаем 50, 60, 70. Ну, по мере нагрузки. Если силовая, то получается, по большему мы проезжаем дистанцию. Если короткая, скоростная, она получается 50-60 километров. Отличные результаты на данном этапе показывает Тимирлан Тимирсеков. 17-летний спортсмен занимается велоспортом три года. В прошлом году на чемпионате страны на треке он завоевал серебряную медаль. В планах отобраться на Казахстан, затем выиграть чемпионат Азии. В достижении поставленных целей помогут изнурительные тренировки, считает юноша. У нас есть несколько циклов. Первый цикл идет объемная тренировка. Мы накачаем массу, ну, то есть силы. Едем в горы, объем около 190 километров. А после этого мы скоростимся, ездим за машиной, там разгоняем. Ну, там, конечно, короткие дистанции, но все равно, это тоже тяжело. Гонки у нас идут по 30-40 километров, а мы делаем на больше на запас, чтобы более выносливым стать. И хватило, чтобы нам силы, и вот из-за этого мы так столько ездили. В основном мне нравится ехать скоростные тренировки. Эти юниоры уже через 2-3 года попадут в класс андеров, где каждый сам выберет для себя вид гонки. И потому тренеры акцентируют свое внимание на особых талантах всех спортсменов, веря в их успех. Стоит отметить, из областной спортивной школы по велоспорту имени Андрея Кивилева вышло немало первоклассных велогонщиков, которые сейчас представляют Казахстан во всем мире. Алексей Цоя, Блэй Кутукбай, телеканал ЖТСУ. Это были все события на сегодня. А я с вами прощаюсь. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова